а помещено не они скажем ящик абсолютно черными стенками и мы в этом ящике взяли мы сверлили небольшую дырочку и смотрим внутрь что там происходит в работах 73 года их было три независимых автору я сейчас точно не вспомню хейп по моему банк и кармайкл три независимых работ утвердалось что если концентрация будет достаточно большая то и там пусть есть в этом выделиться одна мода резонатора пусть у нас ящик небольшой расстояние межмодовое по частоте достаточно большое то это модуль резонатор будет станет макроскопически заполнена до термогическом равновесии это утверждение конечно выглядело довольно странным потому что фактически утверждает что в термогическом равновесии произойдет спонтанное нарушение нарушение теплового распределения фотонов резонаторе а она реально никаким духовным атомом газу применительно быть не может просто потому что в этих из в этой исходной теории не учитывалось правила диполь дипольного взаимодействия атомов между собой и в частности не учитывалась поправка лоренца к действующему порту что у нас всегда есть ну скажем в газе это поправка лоренца поляризация в газе которая есть разделить 3 разделить на 4 и по моему действующие поле будет такого порядка я приближенно напишу если там возникла какая-то какой-то высочастотной поляризации то всегда возникнет и электрическое поле на этой частоте которая локально будет действовать на соседние молекулы и это надо в принципе учесть если это сделать то оказывается что фазовый переход а вот это сверхзлучательный как они его тогда назвали или более общее слово квантовый фазовый переход дикий он приведет просто потому что в газе будет образовываться статическая волна поляризации то есть из-за вот этой большой поправки лоренца частота самосогласованных колебаний двухуровневых атомов которая исходно была равна омега с ноликом и какая-то большая она смесь при большой концентрации атомов будет уменьшаться и дойдет до нуля как только она дойдет до нуля то при большем привлечении концентрации атомов возникнет мягкая мода и это мягкая мода будет отвечать возникновению статической волны поляризации так что самосогласованная поляризация вот этих двухуровневых атомов будет соответствовать стоячей статической волне поляризации каждый атом в этой волне как-то движется но вообще говоря под углом и вместе все эти атомы движущие с разными скоростями тепловыми при заданной температуре под разными углами будут создавать статическую электрическое поле действующее и статическую поляризацию вот этот результат еще до сих пор архивентально не получен и он как раз соответствует замечательному фазову перехода деньги чтобы все видео я конечно не буду здесь даваться чтобы доказать что такое может быть надо построить полную динамику такой системы и учесть как в статическом поле волны поляризации значит действующим поле изменяются уровни вот этих двухуровневых системы она фактически получается находится в периодически меняющимся поле в системе отсчета каждый такой атом значит там вместо двух уровней возникает квази уровне энергии надо по ним рассмотреть тепловое распределение населенности сочетать статистическую сумму и оттуда найти стандартные методами статистической механики самосогласованную величину поляризации ну и следом дипольного поля это можно сделать и оказывается что это такие переходы принципиально возможны но длины их будут характерны вот длина период статической волны поляризации это фактически по порядку и уличные будет определяться тепловой скоростью молекулы разделить на частоту перехода в источниках до 5 центов порядка 2 и они получаются конечно очень маленькие астремные или там наномикромные обнаружить в простом газе невозможно но и кроме того этому мешает то что концентрации которые нужны для того чтобы такой переход наблюдать они оказываются того же порядка так и настолько большими что а диполь дипольные войсковские столкновения будут сбивать фазу этих колебаний поляризации сам согласованных фактически с частотой порядка частоты перехода и поэтому а сам фазы переход такого рода он стоит пока под вопрос вот его в этих экспериментах наблюдать не удалось если не об этом фазовом переходе а здесь речь идет о фазовом переходе который возникает тогда когда мы в данном случае база конденсат двух уровней хаттмана накачиваем какой-то волной и она просто самосогласован может рассеялись в поперечную моду и образуется это эффект сугубо классический там нет ничего квантового квантовой там только взаимодействию между двух полем и двухуровневыми атомами но либо вот в данном случае с рамонским рассеянием это эквивалентная схема а все остальное просто чисто классический эффект и есть некий порог вот этой неустойчивости который приводит к тому что в периодической решетки если мы посмотрим что решетка такая возникла в поле двух волн стоячих то тогда волна накачки рассеивается в моду резонатора а моды и а сам ансамбль атомов он будет периодически промодулировано в двумерной решеткой и это некоторые самосогласованное состояние с минимальной энергии она никакого отношения к терминологическому переходу не имеет она при нулевой температуре просто происходит тогда как вот этот фазовый переход который я вам сказал она при конечной температуре поскольку масштаб вот этой решетки он определяет световой скоростью то есть температурой и в этом смысле здесь в этих статьях немножко спуск на терминологии хотя сам по себе эксперимент он уникальный и вот возникновение такой неустойчивости рассеянию поперечную моду в соответственно высокотоборотный резонаторе это некоторые очень новые эффективный способ исследовать базе конденсат и возможные фазовое состояние там то что они здесь называют две фазы сверхзвучающие это просто две возможности стационарных положения этой решетки при которых волна рассеивается либо ну с фазы 0 или пи как они ее определяли в общем вот такого общего качества пояснения я думаю сейчас достаточно если потом будет время может в следующем году мы вернемся к задачам фазовых переходах и потом рассмотрим это подробнее а сейчас давайте перейдем к рентгеновским лазером значит прошлый раз вы уже услышали о том что есть возможность получения создания рентгеновских лазеров и с использованием накачки то есть оббирание внутренних так говорят к электронов у атомов и создание инверстии для внешних электронов атомной оболочки по отношению к какой-то внутренней к оболочке время перехода такого составляет обычно фемтосекунды но от 1 там до 10 фемтосекунд типичные времена поэтому ободрать внутренние атомы надо чем-то очень коротким каким-то импульсом это можно сделать либо а импульсом уже спонтанного рентгеновского излучения или вот взятие рентгеновское излучение с лазера на свободных электронах и тогда этот импульс создав инверсию коробку и ее можно сделать в режиме бегу бегущего бегущей накачки и тогда будет сделан фактически активная среда для рентгеновского лазера либо можно этот эту накачку создавать электронным пучком то есть сделать достаточно сфокусированный хорошо подобранный коллимированный электронный пучок от ускорителя так чтобы он тоже проходя через образец атомов ну например аргона обдирал внутренние к электроны и создавал инверстики именно такой лазер и собирается сделать вот в твоей группе о которых в прошлый раз была речь не используем не накачки от лазерных свободных электронов а именно ускорительные накачки то есть сделают предполагается это я пока эти статьи не приковано то есть это пока сведения такие неофициальные образец бериллия это в качестве матрицы наполнит его он размер его уже известен длина 2 миллиметра а толщина 1 десятый миллиметр наполнить его примерно миллионам атомов аргона аргона и прокачают с фокусированным электронным пучком с энергии порядка 1 электрон с энергии мега электрон вольт то есть это уже релятивистские электроны и там запустят таких электронов на порядок больше чем атомов аргона чтобы они все прокачались 10 миллионов электронов они обдерут внутреннюю оболочку у аргона создал даст инверсия и это будет активная среда для лазера а резонатор из них для него будет сделан из специально приготовленного графита но либо алмазные варианты еще рассчитывается то а как что-то в чем в прошлый раз базаичный графит а нам мы фактически не успели послушать поэтому два слова о нем я тоже скажу значит если бы у нас был хороший образец углерода ну а алмаза например то можно под бреговским определенным углом известно сделать очень большой прицеп отражения экспериментально максимум который был достигнут и нам неделю назад об этом рассказывали 99 процентов коэффициент отражения но он реализуется в очень узком по угле угла при очень узком конусе углов падений порядка нескольких миль и радиан то есть порядка 10 угловых минут и даже меньше порядка одной угловой минуты и только на очень определенных частотах рентгена рентгеновского диапазона поэтому подобрать такое такое зеркало например алмазные для какого-либо реального а переходов атоме рентгеновского очень сложно но даже если бы это удалось сделать оказывается что если мы поставим вот такое зеркало на расстоянии разумно порядка сантиметров каких-нибудь от другого зеркала то дефракционная расходимость излучения окажется настолько большой что она будет выходить за необходимый угол конус углов в котором будет вот это высокое отражение таким образом использовать алмазные например чисто идеального алмаз зеркала фактически нереально для такого типа рентгеновских лазеров но и для другого типа рентгеновских лазеров которые на свободных электронов например или можно делать лазеры ну не источник излучения рентгеновского еще брать используя системы генерации атосекундных высоких гармоний об этом еще будет сегодня лезть я вам для зеркал лучше использовать так называемый хайли-ориентед пероцитол графит представляет из себя кусочки графитовых пластиночек размер у них маленькие микронные но они все ориентированы более-менее под одним углом но разброс их который максимально сейчас достигнуть этих углов это два десятых градусов если ткань такая пластинка отражает хорошо почти так хорошо как алмаз но пока поскольку их много в разных направлениях то излучение который падает на такую пластинку уже а он достаточно широком интервале углов порядка два десятых градусов будет фактически испытывать тоже большое отражение но в идеале по расчетам это 90 процентный коэффициент отражения можно получить в экспериментах пока получено 50 процентов преимущество таких пластинок сейчас есть в том что их можно сделать узкими доли миллиметра и гнуть немножко поэтому можно подбирать соответствующий брейдерский углы падения и в широком достаточном диапазоне используя согнутые пласти вот такие пластинки резонаторы которые предполагается делать это резонаторы но скажем вот такие четырехзеркальные чтобы излучение проходило вот так по кругу и замыкалась через активный образец такой лазер предполагается как я говорил сделать ближайшее время я не знаю сделать ли они его следующем году но вполне возможно все условия для этого уже созданы что касается вот этой статьи про такие мозаичные резонаторы она вышла недавно по моему это сентябрь этого года и вот первый эксперимент они проводили эксперимент на отражении излучение 5,4 кило электрон вольта от хрома показал что у них уже достигнута прям самом первом ферменте 20-процентное отражение и они вот сейчас работают над резонатором который будет 50 процентов отражать причем они уже даже подобрали самый подходящий вариант для этих хайли аренды пиролитик графит это не один генерации у них будет на частоте при энергии квантов 5,23 килоэлектрон вольта это соответствует длине волны 2,37 анкстрема вот такой лазер ближайшее время наверное появится но я подробности не буду о нем говорить давайте мы сейчас